Здарова! Эээ, Требуар! Ну, с Содерлинга вышел новый ролик, называется «Как победить тьму из Пиби». Мульт ещё не вышел, а уже разбираем, как тьму победить. Короче, давайте глянем его, уверен, будет хигена, как обычно. Погнали! Мы Содерлин. Здарова! Всем привет, с вами Содерлин. И что мы знаем об обучении из Пиби? Ничего, мы знаем, что есть трейлер. Некая тьма охватывает вселенные наших любимых мультсериалов и поглощает столь знакомых нам героев. И теперь же, выжившим предстоит каким-то образом отдалеть себе жуткое нечто, столкнувшись в схватке со своими бывшими друзьями и соратниками. И, собственно, всё. Ну да, мульт ещё не вышел. Почему она появилась? Ради чего захватывает мультики и как же её отдать? Сейчас сожрёт его, блин. Ведь при любом соприкасании с ней она вас засосёт. И силой любви эти глюки тоже, очевидно, победить не удалось. Этот кролик это сила любви? Прикол. Сколько в финальной битве трейлера герои не используют подобных кроликов в бою. Тьма везде суща. Хаотично контролирует кадры, ракурсы, музыку и спокойно путешествует по различным мирам. На неё не действуют законы никаких мультяшных вселенных. Так каким же образом Пиби столько раз уже удавалось от неё спастись? С чего вдруг герои вышли в открытое противостояние со тьмой? Вот реально, а чё они бегут на тьму? Она же их сейчас возьмёт да просто поглотит. И каким же образом собирается одолеть тьму? Чтобы ответить на все эти вопросы. Надо дождаться мульта и посмотреть его. А, как вам идея? Нужно лишь очень внимательно смотреть трейлер. Слушаться в каждое слово и обращать внимание на каждую деталь, происходящую на экране. У Содерлинга очень давно не выходили новых роликов. Три недели, насколько я понимаю. Ну вот неделю назад выходил какой-то сборник, но это не считается. И, видимо, все три недели Содерлинг каждый день, по миллион раз, пересматривал трейлер Пиби, чтобы понять, как же победить эту тьму. Сегодня я постараюсь приоткрыть завесу этих тайн и объяснить всю суть обучения с Пиби. Но сперва я бы хотел пристали играть. Перемотаем. Можно ждёт лучшего юарксу играть в обучение с Пиби, так? А теперь давайте же вспомним, что же мы видим в самом начале трейлера обучения с Пиби. Когда тьма впервые только появилась во вселенной этого детского шоу. Земля под ногами главных героев мультика внезапно затряслась. Однако же это вовсе не обычное землетрясение, как могло показаться. Это не поверхность местной планеты дрожит так под волной приближающихся глюков. Нет, ведь солнышко в небе тоже почувствовало отряску. Тогда это трясётся вообще всё. Также подкосились и буквы в центре. Трясётся сам кадр мультика. Кажется, будто немного глупо обращать внимание на подобное. Однако же это нам говорит о том, что тьма это не просто злое существо или некий материализовавшийся зомби-вирус, путешествующий по различным мультсериалам. Так, а что же тогда это такое? Нет. Тьма пришла извне. Она влияет на все... Из реального мира, типа, да? ...шоу на уровне их создания. Эти глюки способны испортить звук музыкальной темы мультсериала. А это жёсткий диск сломался. Будет внезапно перемотать серию и переместить персонажа в другую сцену или вовсе в другой проект. Скорее всего, это баги программы для создания анимации или вирус на компьютере студии Cartoon Network. Блин, интересно. Другими словами, тьма это нечто, существующее за рамками вселенной этих шоу и пришедшее сюда извне. Именно это и позволяет и спокойно путешествовать по вселенным. И именно поэтому на тьму не влияет законы мультиков, в которые она попадает. Вообще интересное предположение. Тогда вдвойне непонятно, какого хрена они на него побежали, потому что шансов у них вообще, по-моему, нету. Есть только выбраться из мульта и дать люлей людям, которые пытаются делать эти мультики. Пародия на Супермена обладает невероятной сверхсилой и лазерным зрением. Однако же ни то, ни другое не нанесло и абсолютно никакого урона. Это совершенно не возымело эффекта. Наоборот, стоило супергерою коснуться тьмы, она сразу начала его засасывать. И этот пример дает нам первое и основное правило выживания в этом апокалипсисе. Ни в коем случае не касаться тьмы и не давать не дотрагиваться до тебя. Это было и так понятно, мне кажется, с самого первого просмотра. Это моментально приводит к поглощению. Тьму можно пробовать отталкивать подручными средствами, пытаться раз... Разве получится? Она просто возьмет, поглотит эти подручные средства. Срезать мечом, стрелять в нее. Это, конечно, не нанесет ей особого вреда, но поможет временно изб... О, нифига себе, свинь-паук. ...бегать соприкосновений. То есть, обучение с пиби представляет из себя своеобразную альтернативу игре пол-эта лава. Однако же, несмотря на происхождение сиглюков и их абсолютное превосходство над какими-то мультяшками внутри телека, Тьма вовсе не всемогуща, как может показаться на первый взгляд. И как же это победить? В сцене с Финном и Джейком стоит обратить внимание на то, что Тьма не может найти главных героев до тех пор... Ну так, глюки и баги, они же не целенаправленно куда-то идут, они появляются так, типа, стихийно. ...пока их не услышим. Это говорит нам о том, что сие глюки не являются частью самих шоу. Не соприкасаются с ними и напрямую не чувствуют происходящего внутри них. Тьма не всевидящее. Это все еще лишь отдельное существо, лишь частично охватившее эти сериалы. А значит, как-то можно вылечить. Ну просто взять, скачать программу, чтобы баги полечили и все, да? Более того, у Тьмы есть определенные ограничения. Уловки, которые смогут помочь главным героям выжить. В самом начале трейлера глюки уже было поглотили и Пиби, однако же каким-то чудом ей удалось спастись. И причина тому... Титры? Потому что не надо больше ничего было анимировать, да? То есть эти глюки способны свободно действовать лишь в пределах самого эпизода, являясь частью лишь ее сюжетной составляющей. Как только серия завершается, Тьма исчезает, и герои на мгновение могут выдохнуть, до тех пор, пока не окажутся в следующей локации. Отсюда выходит второе правило выживания в этом апокалипсисе. Не переходи в другие мульты и сиди в титрах, да? Необходимо прятаться от тьмы до окончания эпизода. А, ну окей, ну да, это логично тоже. Как только титры завершатся, начнется реклама или же следующий мульт, и тогда не... Капец, у них на передышку есть всего лишь 5, ну, несколько секунд. Капец, постоянно бежать, как акулам, да? Чтобы выжить, надо двигаться. Необходимо будет прятаться уже в новой вселенной и при других условиях. Ведь после окончания серии обучения с Пиби, согласно принципам работы тех же глюков, всех выживших перебрасывает в следующий мульт, что нам также наглядно показывают в трейлере. Логотип Cartoon Network это последнее, что мы видим в сериях абсолютно каждого сериала с этого канала. Финальная часть титров. И ровно после них Пиби внезапно оказывается в мире супергероев. Девочка смотрит наверх, будто не понимая, как здесь оказалось. Ну действительно, была она сначала в своем мульте, да, появилась в какой-то другой непонятной реальности. То есть... Я бы тоже охренел. ...путешествует неосознанно. Ее перебрасывает та же неведомая сила, что породила и тьму. Напуганная девочка, совершенно одна, в шоке от произошедшего, оказывается в совершенно новой, ранее невиданной вселенной. И в этом состоянии раз за разом ей необходимо каждую новую серию мультика выживать и спасаться от тьмы. Как мы уже выяснили, эти глюки способны перематывать серии, перемещая героев в иные локации. Перематывать? Чё-то не помню, ладно. И тем самым образом загоняя своих жертв в ловушку. То есть просто спрятаться со тьмы в домик у нее на глазах не удастся. Она просто телепортирует вас в другую сцену. Персонажу необходимы специализируют, чтобы эффект этих глюков на нем не сработал. Сперва Пиби, конечно, не осознавала всего происходящего. И пускай и в шоке от произошедшего с Банбаном надеялась начать новую жизнь в новом мире. И местные персонажи были только рады ее принять. Но потом их тоже поглощала тьма. Но раз за разом в каждый новый мульт рано или поздно приходила тьма. И пожирала героев одного за другим. Пиби же оставалось только бежать. Бесконечно бежать от нее. Ну это прям хоррор. Однако же в мире супергероев ей удалось спасти Бетакидо. А во вселенной богатых собачек Мелиро. Да, скорее всего это и есть родной мир этой кошки. Из литых материалов, о которых я рассказывал вам в прошлом видео, стало известно, что Мелиро это пародия на типичную такую злодейку диснеевских мультов. Типа женская версия толстопузы из Чипа и Дейла. Но до начала апокалипсиса ее... Прям копия, только женская. ...второгом считался собачий скрюш Макдак. Эти собачки очевидно порой... Собачий скрюш Макдак? Я бы хотел на него посмотреть, как он выглядит интересно. Как собака богатая, да? ...на поночку идилли. Научившись избегать глюков и прятаться, главные герои продолжают изучать поведение тьмы. Подбирают все больше выживших и изучают программу телепередач, чтобы знать, в какой локации они окажутся в следующий раз и заранее понимать, где же им стоит скрываться. Но почему же, столько времени прожив в апокалипсисе, они решаются выйти на бой со тьмой в столь открытой местности? Почему выжившие из всех миров выбрали для битвы оригинальную вселенную Пиби? И тут мы переходим к трейлере. Так что если почему? Потому что где все началось, там и должно все закончиться. Это как бы логично. ...правилу выживания в данном апокалипсисе. Оно гласит, обучайся с Пиби. На протяжении всего трейлера нам-то отвечает одно и то же. ...какая крепота, у меня что-то мурашки. ...пугающим созданием всех глюков стал кролик Бан-Бан, персонаж детского мультика, в котором все герои стремятся чему-то научиться. И потому сама же тьма переняла те же качества, что нам наглядно демонстрирует в сцене с Финном и Джейком. Когда Пиби произносит слово «Quite», на экране появляется надпись «Quite», и Финн с Джейком удивленно повторяют это слово, смотря на образовку... А, эта тень тоже хотела обучаться? ...в кадре буквы и... А может быть надо Бурло просто её обучить, она тогда бы всех не сожрала? ...пугаясь, словно они выучили новое слово. Хоть время приключений вовсе не обучающий мульт, Финн и Джейк ведут себя как герои детских шоу. То есть у заражённых персонажей есть определённая предрасположенность. Они не просто зомби, стремящиеся сделать зомби всех остальных. Тьма будто бы продолжает обучать детей таким своеобразным жутким способом. И чтобы одолеть тьму, нужно учиться. Научиться стать героем, научиться сражаться, научиться выживать. На самом деле это интересно, да? И научиться жить. И лишь обучившись Пиби, главным героям удастся одолеть тьму. А нам, зрителям, посмотрев этот сериал, предстоит выучить уже не буковки и циферки, как в детстве с Дашей, а жизнеполагающие основы. Каково жить настоящей... Блин, что-то у меня даже мурашки по коже, прям это реально интересная была бы задумка, если бы она по-настоящему такой была. Ну, надеюсь, она такой и будет. В жизни, когда на тебя вечно накатывают проблемы, то с одним, то с другим и никакой... Хоть где-то нас будут обучать, да? Не в школе, хотя бы с Пиби мы обучимся. Магия волшебных роликов от них не избавится. Мир не столь лишь добрый и радужный, как в мультиках. И в обучении с Пиби мультяшек впервые столкнулись с реальностью, выраженной во тьме. Потому сериалы носят такое название. Мы должны обучиться с Пиби, пускай мы уже далеко вовсе не дети. Ворнер Медиа принадлежат не только студии Конополь. Барбера, Ворнер Бразерс и мультикарту Нетворка, но и многие взрослые сериалы вроде Рика и Морти, Металл Апокалипсис и Робоциппа, и они запросто могли бы вставить в Пиби героев и оттуда. Да, я так думаю, что вставят. И они этого делать не стали. А может быть вставят? Не надо же показывать всё в одном трейлере в первом самом. Барбера и герои взрослых мультов постоянно учатся с ними справляться. Пиби же впервые столкнулись с реальными проблемами мультяшек, словно подростков, которые только-только входят во взрослую жизнь. Блин, классный ролик, да? В этом вся суть будущего мультика обучения с Пиби, на мой взгляд. Если бы вы хотели ещё видео по Пиби, давайте наберём 40 тысяч лайков. А сейчас посмотрите прошлое видео. Офигенный вообще ролик получился у Содерлинга, огромное ему спасибо. И это, кстати, очень интересно всё звучит, потому что, насколько я помню, раньше предполагали то, что... Ну, и Содерлинг, и у Дитьве, по-моему, смотрел то, что это как будто бы сериал уничтожает, как будто бы просто... А все остальные сериалы, типа, закрываются они, да, на канале. Возможно, может, я что-то не так понял. А здесь Содерлинг другую интерпретацию нам выдал. И мне кажется, она прям очень интересная. И я бы с удовольствием... Я и раньше с удовольствием хотел бы посмотреть этот роль, этот мультфильм. И сейчас я с ещё большим удовольствием буду его ждать, буду его смотреть, если он выйдет, конечно же. Потому что эта задумка прям очень крутая. Если она реально будет такой, надеюсь... И я очень надеюсь, что она будет такой. А Содерлингу спасибо. Лайкусики я уже поставил. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Всем пока.